Дорогая Церковь, уважаемые гости, которые посетили наш Дом Молитвы, я приглашаю вас открыть вашу Библию, если у вас с собой, книга Священного Писания, Евангелие от Матфея, 23 главу. Евангелие от Матфея, 23 глава. Мы будем читать три последних стиха в этой главе. Три последних стиха, 37, 38 и 39 стих. Стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. «Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем событие, с которого началась последняя неделя жизни Господа Иисуса Христа на этой земле. Вот этот торжественный въезд, о котором мы сегодня говорим, был триумфом Спасителя в тот день, и, может быть, даже в его земной жизни. Это было действительно так. Это было искренне, неподдельно, торжественно, впечатляющее событие. Но, с другой стороны, вот этот день стал началом вот этой череды трагических событий, которые закончились судом над Иисусом Христа и жестокой казнью на Голгофе. Позвольте поделиться некоторыми размышлениями, прежде чем мы будем рассуждать над этими тремя текстами, писаниями, некоторыми размышлениями, которые практически сопровождали, наверное, многие годы, всякий раз, когда мы подходим к этим праздникам. Потому что, наверное, в эти дни каждый из вас считает эти события дома, личной жизни, размышляет, задает вопросы. Братья, которые участвуют в слове, больше, наверное, уделяют этому внимания, задают вопросы, пытаются каким-то образом поделиться и открыть вот суть вот этих событий. Что же на самом деле произошло? Что произошло в тот день? Вы знаете, у меня всякий раз не покидало следующее ощущение. Позвольте поделиться. Говоря вот человеческим, друзья, языком, просто человеческим языком, вот не покидали меня размышления и вот немножко как бы такое чувство, что что-то пошло не по плану. Что-то пошло не так в этот день. Бывает такое в нашей жизни? Бывает в нашей жизни, мы говорим, но как-то оно по-другому должно было пойти. Ведь хорошо начиналось. Ведь хорошо все начиналось, и мы смотрим, когда разворачиваются эти события, действительно, Господь Сам был автором этих событий, Он был инициатором этого события, Он повелел ученикам пойти, привезти осленка, с лиц, молодого осла, Он сел, и ученики как бы вот подхватили вот это повеление, и люди присоединились, и ликование толпы, и восклицания были искренним, неподдельным. Действительно, все это было так. Начиналось прекрасно, хорошо. Но затем, Евангелист Лука, мы сегодня читали в самом начале, Евангелист Лука обращает внимание на реакцию Христа, который приближался к Иерусалиме. Обратили внимание, какая была реакция Христа? Это чрезвычайно важный момент, друзья. Христос, приближаясь к Иерусалиму, глядя на этот город, заплакал, друзья. Христос плачет об этом городе, и его реакция, плач и даже рыдание, как говорят, вот более на языке оригинала, рыдание Иисуса Христа, говорят о многом, и мы не можем пройти мимо этого. И хотелось, если бы были там, спросили, Господи, что случилось? Господи, что происходит? Люди радуются, ликуют. Кто-то пытается остановить Христос, говорит, если они умолтнут, то что произойдет? Камни возопьют. Господи, что происходит? Почему ты плачешь и сожалеешь, друзья? Мы читаем, друзья, некоторые тексты. Позвольте еще раз обратить внимание. Это очень важно. Евангелие от Луки, 19 глава, 43-44 стих, слова Христа, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя повсюду, разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне. За что? За то, что ты не узнал. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Знаете, текст, который мы прочитали сегодня, Евангелие от Матфея, который будет главным, и текстом нашего размышления, по сути, они как бы продолжение вот этой горечи, этого сожаления Христа. Мы даже слышим как бы разочарование Иисуса Христа. Обратите внимание снова на текст 37-й, Евангелие от Матфея, 23-я глава. «Иерусалим, Иерусалим, обращение Иисуса Христа к Иерусалиму, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных к тебе». И вот Христос говорит о личном, Его желании, личном участии в прошедшем времени. И этот текст, братья и сестры, отводит нас на многие века назад, когда Господь еще был в вечности, Сыном Божиим, Богом. «Я посылал тебя, я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птицов своих под крылья». И обратите внимание, снова результат. Но вы, вы не захотели, друзья. Вы не захотели. Я еще раз хочу поделиться не сомнениями, а для того, чтобы вы тоже ощутили вот этот пульс, знаете, вот в этом празднике. Мы попытаемся сегодня с Божьей помощью докопаться, как бы до сути, до глубины, увидеть, понимаете, важность. Почему пошло, как бы говоря по-человечески, не так. Мы видим даже развитие событий, если смотрим, опять-таки, возвращаясь в Евангелие, от Луки. Каким образом? После 44 стиха, когда Христос говорит, 19 главы, «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Представьте себе, мы находимся там. В лице, может быть, в качестве учеников, в качестве просто зрителей. Мы находимся там. И вот Христос произносит эти слова за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Его плач. Вот как должно быть завершиться это торжество, это шествие? Каким-то образом вот это начало, мы даже трудно предположить, как должно было завершиться. Какой-то реакции народа, что-то люди должны были говорить. Мы смотрим, обратите внимание, Христос направляется в храм. Вот Христос заходит в храм, друзья, и знаете, что там произошло? Христос берет бич и начинает выгонять продающих в нем и покупающим. И говорит, «Дом мой, дома молитвы наречется. Вы сделали его вертепом-разбойником». Друзья, и вот на этом как бы заканчивается вот эта концовка этого праздника, это торжество. Христос в храм выгоняет продающих и произносит, по сути дела, вновь как бы такой приговор и осуждение. Так что же пошло, говоря человеческим языком, не так. Друзья, если бы мы были на месте, если бы на месте Иисуса Христа был другой человек, пусть самый известный, самый отважный и самый святой, мы могли бы сказать эту фразу, еще раз говорю, мы могли бы сказать эту фразу, что-то пошло не так, что-то было не запланировано до конца, что-то пошло не по плану. Но о Иисусе Христе мы не можем так сказать. У нашего Господа так не бывает. Он Бог. Он суверенный Бог. Его действия, Его дела, Его поступки абсолютно совершенны. В них нет абсолютно ни малейшей ошибки. Господь не делает экспериментов. Он не делает что-то и потом возвращается, подождите, я же здесь что-то ошибся, простите, это не к нашему Господу. Он Бог, Он совершенный Бог. Он не делает, еще раз говорю, неверных поступков, которые нуждаются в какой-то исправлении или корректировке. У Господа нашего так не бывает. Так все же, что же произошло? Друзья, нам предстоит сегодня ответить на очень важный вопрос. Почему желание Иисуса Христа собрать, как птица собирает птенцов, под крылья свои птенцов, обращенные много раз к своему народу, не нашли ответа, не нашли отклика в народе израильском? И почему они этого не захотели? Тема моей проповеди сегодня называется «Опустевший дом». Опустевший дом. Мы попробуем во свете Писания приоткрыть вот эту завесу немного, тайну, я бы даже сказал, в какой-то степени, и посмотрим на Божий замысел для израильского народа. И почему дом, о котором Христос сказал, смотрите, ваш дом сейчас оставляется пуст. Друзья, и почему этот приговор остается до сих пор? И сегодня этот дом остается пустым, незанятым. И другой очень важный вопрос, мы тоже посмотрим, а что же происходило в течение этого времени, когда дом израильский оставался пустым? Что же происходило в Божьем замысле? Для нашего общего назидания предлагаю сегодня три мысли. Первое – ожесточение и отводение Израиля. Это первый пункт моей проповеди. Вторая мысль – опустевший дом. И третья мысль – благословен гряды во имя Господня. И в центре наших рассуждений будут три главных стиха, которых мы прочитали с вами в начале Евангелия от Матфея. Если можно, пусть эти тексты будут перед нами. Если у вас Библия открыта, пожалуйста, Матфея 23 глава, 37, 38, 39 стих будут предметом нашего сегодня проповеди, наших размышлений. Итак, первая мысль – ожесточение и отпадение Израиля. О ожесточение и отпадение Израиля. Мы попробуем с вами сегодня посмотреть, почему избранный Божий народ, которому Господь так благословил, которому Господь особым образом, братья и сестры, избрал его и создал условия, произошло отпадение в этом народе. Когда мы кратко касаемся, у нас нет сегодня времени, когда мы касаемся краткой истории взаимоотношений между Богом и израильским народом, братья и сестры, просматривая историю, это что-то потрясающее. Можем себе представить, из всех народов Господь избирает самый малочисленный, самый незначимый, скажем так, ни по каким заслугам, по своей суверенной воле, по своей благодати, по своей любви и милости избирает этот народ израильский и окружает такими благословениями, братья и сестры, посылает их в такие ставят условия. Никому никогда подобного не было и не будет, братья и сестры, в истории человечества. Несколько коротких текстов, которые помогут нам показать действительно вот это величие и особое привилегированное положение и состояние этого народа. Исайя, давайте первый текст, Исайя, 5 глава, 7 стих, Исайя, 5 глава, 7 стих. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужей Иуды, любимое насаждение его. Обратите внимание, правда, любимое насаждение его, за что, ни за что, по милости, по благодати своей. А другой текст, я думаю, наверное, записан, и просите, не записал, а, просите, книга Исход, 19 глава, 4 стих. Книга Исход, 19 глава, 4 стих. Обратите внимание еще на один текст, где Господь говорит, вы видели, что я сделал египтянам, и как я послал, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Вот этот опять язык образов, язык, который показывает особую заботу Господа об этом народе. Прайсёстры, какой народ имел такие привилегии? Господь вывел его из рабства, Господь повел его в землю, где течет молоко и мед. Бог дал им удивительные законы и уставы, Бог дал им храм. В этом храме слава Господня сошла, в этом храме совершалось жертвоприношение, поклонение, служение. Всё в храме было до мельчайших деталей продумано, сделано для того, чтобы на земле, если и была вот эта модель идеального поклонения взаимоотношений, братья и сёстры, это было и отношение Бога к израильскому народу. Нигде, никогда не было и не будет, братья и сёстры. Удивительно. И казалось бы, друзья, что же ещё нужно для народа такого, правда, который Господь носил как бы на орлиных крыльях, для которого сказал, что мужа Иуда это любимое насаждение моё. Но мне кажется, самым большим благословением для народа, это было то, что Сын Божий в своё время, приняв образ человека, стал человеком, родился от еврейской женщины, был на стопроцентном, стопроцентным евреем, был этим обещанным Мессией, пришёл к народу своему, говорил на их языке, ел их пищу, общался с ними, братья и сёстры, пришёл Бог во плоти к своему народу, Мессия пришёл к своему народу. И удивительно, братья и сёстры, и после всего этого мы вновь видим, как история повторяется, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Народ израильский, ожесточённый, отпадает и отвергает предложение Сына Божьего собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья. Кто виноват? Какие причины отпадения израильского народа? Кратко порассуждаем. Как мы видим из истории Ветхого Завета, привилегии и благословения, которыми были удостоены израильтяне, абсолютно уникальны в истории человечества. Но за этими благословениями стояла большая ответственность самого народа израильского. И ещё раз хочу сказать, вот эти благословения были уникальными, но за этими благословениями стояла ответственность, большая ответственность самого народа израильского. Как они используют своё избрание, как они используют эти привилегии и благословения, проявят ли они свою любовь и верность Богу. Ведь очень важно понимать, что Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не использовал своё могущество, свою власть, чтобы поработить какой-то народ или человека. Никогда Бог этого не делал. Он никогда не заставлял его, чтобы народ был верный ему, чтобы он был послушен, друзья. Бог не принуждал и не использовал силу свою и могущество. Обратите внимание, как Бог строит отношения с Своим народом. Уже в самом начале, среди самых первых заповедей данных народу, помните, самая большая заповедь говорила так, возлюби. Друзья мои, возлюби, Бог говорит народу, возлюби Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем разумением Твоим, возлюби. Когда-то Он скажет, Христос, научитесь, милости хочу, а не жертвы. Для того, чтобы строить отношения с народом или человеком, Бог не использует силу наказания, не подавляет волю, но ожидает добровольного, сердечного желания строить свои отношения с Богом. Что же пошло не так? Израильский народ, как и все люди, друзья, были потомки падшего Адама. Израильский народ, как и все люди, и мы с вами, были потомками падшего Адама, который в свое время тоже отпал от Бога. Бог в свое время тоже поставил его удивительные, уникальные условия. Помните, Эдемский сад и все, что с этим было связано, благословение. Но в свое время он тоже отпал от Бога, тоже повернулся спиной к Богу. Также пожелал стать независимым от Бога. Поэтому в отпадении Израиля для меня ничего нет удивительного, братья и сестры. В том, что израильский народ отпал, нет ничего удивительного. Отпадение Израиля было закономерным следствием его греховного состояния пред Бога и его личного выбора. Меня лично не удивляет отпадение Израиля от Бога. Это было неизбежное действие. Меня удивляет другое. Божье отношение к отпадшему народу. Божья безграничная милость, долготерпение, с которым Бог занимался, занимается и будет продолжаться заниматься с этим народом. История Ветхого Завета это яркое свидетельство этому. С одной стороны, мы видим народ израильский, которого избрал Бог. Избрал не за какие-то заслуги, а, как я уже сказал, по суверенности своей воли, по своей милости, по своей любви. И это отпадение, эта неверность, бунт и искушение Бога стали проявляться, братья и сестры, давайте кратенько вспомним, как быстро стало проявляться после избрания, после выхода из Египта. Как быстро это стало проявляться, неверность, ропот, недовольство. Сразу же, братья и сестры, народ не заставил себя ждать. Ропот, недовольство, неверность стали проявляться практически только после выхода из египетского рабства. И последующие поколения, последующие века, которые были, последующие люди, которые рождались в Израиле, еще больше огорчали Бога, впадали в видовопоклонство, мерзость окружающих народов. Интересно, что термин отпадения, если говорить по отношению к Богу, буквально означает в еврейском языке повернуться спиной. Отпадение означает повернуться спиной к Богу. И об этом состоянии говорит пророк Иеремия. Будьте добры, откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремия, 2 глава, 26, 27, 28 стихи. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен. Так осрамил себя дом Израилев. Обратите внимание на слово «дом». Мы будем использовать его чуть позже. Осрамил себя дом Израилев. Они цари их, князя их, священники их, пророки их. 27 стих. Говоря дереву, ты мой отец и камню, ты родил меня. Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить, встань и спасти нас. Где же Боги твои, которых ты сделал себе? 28 стих. Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего... Обратите внимание на последние слова этого стиха. Ибо сколько у тебя городов, сколько и богов у тебя, Иуда. Представляете, братья и сестры, сколько богов, говорит, городов, сколько богов, идолов у тебя в каждом городе. Какое потрясение. Настолько Господу больно это было видеть, братья и сестры. Иеремия, 5 глава, 11-12 стих. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. Друзья, мы прочитали только несколько стихов. Эти тексты Ветхого Завета, каждая книга Ветхого Завета, это история отпадения, отпадения, предательства. И поворачивается народ все дальше, и дальше спиной к Господу, уходя все дальше и дальше. Вы знаете, я поражаюсь реакцией Бога. Иногда Ветхого Завета, Бога Ветхого Завета представляет суровым, строгим, наказывающим, и даже некоторые люди приписывают Ему качество жестокости. Но это не так. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета, это один Бог. Это Бог милосердный, это Бог долготерпеливый. Да, Он наказывал свой народ, но наказывал с целью для того, чтобы вернуть к себе, чтобы оградить его тех страшных опасностей, в которые народ погружался, видало поклонство, друзья. Цель была тогда и сегодня Бога. Бог наказывает исключительно с целью восстановления. кого Бог любит, тех и обличает, и наказывает, и приводит к себе вновь иновь. Он никогда не забыл свой народ, и Он не оставил свой народ. Он множество раз спасал народ, возвращал его с плена, возвращал свою землю, и история Ветхого Завета нам говорит. Вот смотрите, как пророк Иеремия говорит, Господь говорит через пророка Иеремии, 3 глава, 14 стих. Обратите внимание на содержание этого стиха, на дух этого Ветхозаветнего текста, наполненным любовью, жалости к своему народу. Иеремия, 3 глава, 14 стих, пожалуйста. Возвратитесь, дети, отступники, братья и сестры. Дети, вы отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени, приведу вас на Сион и дам вам пастырей по сердцу моему, который будет пасти вас с сознанием и благоразумием. Опять-таки, мы в этих стихах видим Отца Небесного, любящего Бога, зовущего к своему народу отступники, возвратитесь. И для того, чтобы возвратить свой народ к себе, Господь поставлял действительно, как пророк говорит, вот этих пастырей называет их, людей, царей, пророков, судей, друзья. И нам известно эти имена этих пастырей Ветхого Завета. Царь Давид, пророк Самуил, пророки Исаии, Иеремия, Иезекииль и многие другие, друзья, это те пастыри, через которых трудился Господь над этим народом, пробуждая, обличая, приглашая и возвращая снова их к себе в свои отношения. А как же народ относился к своим народам, которые Господь, Христос, говорит, я посылал вам. Христос, говорит, это я посылал к вам. Как же народ относился к этим посланникам, к этим вестникам и к этим пастырям? Обратите внимание, 37 стих, Матфея, 23 глава, где Христос, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Вот что делал народ с своими этим посланниками. Это слово Сына Божьего, друзья. Это Христос сам говорит, который посылал этих пророков к своему народу в Ветхом Завете. И придя на эту землю, придя к своему народу, он обращается к жителям Иерусалима, напоминает им о жестоком обращении народа с теми, кого Господь посылал им. 23 глава, которую мы с вами читали, и последние три стиха, она вся практически обращена к руководителям, к лидерам, духовным лидерам израильского народа. Помните, книжники и фарисеи. Очень суровая глава, она вся направлена, там есть всем этих горе вам. И вот обратите внимание, в 23 главе Матфея, в 35 стихе Христос говорит об этой мысли. Он говорит, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного, до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Кульминацией отступления израильского народа от Бога стал день, когда Христос, Мессия, придя к своему народу, въезжал в Иерусалим как царь, друзья. Вот это была кульминация того, что совершалось на протяжении этих веков. Поэтому Христос, слова Иисуса Христа, в Евангелии от Луки, 19 глава, 42 стих, говорит следующее. «О, если бы ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, хотя бы в этот день ты узнал то, что было в прошлом, смерть множества пророков, это факт, но сегодня предоставляется эта возможность, если бы ты узнал, что служит к миру твоему, говорит о возможности этого момента, о возможности изменения всей истории, друзья. Была удивительная возможность для народа изменить отношения с Богом. Но возникает вопрос, а что помешало принять Христа как царя? Что помешало народу в тот день признать Его и принять, и, как мы говорим, пошло бы совсем по-другому, и, возможно, как мы говорим, история могла бы развиваться. Есть два важных момента, обратите внимание, конец 42-го стиха, конец 42-го стиха, это Евангелие от Луки. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Но это ныне сокрыто от глаз твоих. Друзья, почему сокрыто? А кто сокрыл? Кто виноват? Что было не так с духовным зрением Израиля, друзья? Что было не так с духовным зрением Израиля в тот день? Произошло то, что Христос говорил им, когда проповедовал им Евангелие от Матфея, друзья. Вот мы теперь посмотрим, а что же было не так с духовным зрением Израиля? Христос проповедует Евангелие от Матфея, 13-я глава, 14-й и 15-й стих. Христос вспоминает и ссылается на книгу пророка Исаия. Обратите внимание, этот период, это история, долгая история, много веков. Христос говорит, избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Почему? Ибо грубело сердце людей, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Друзья, вот мы находим это суть, корень, проблему этого. Возникает важный вопрос, снимают ли ответственность израильского народа за плохое духовное зрение? Снимают ли ответственность за плохое духовное зрение? Нет. Наоборот. Возлагается еще большая ответственность за то, что вы не захотели, за то, что вы ожесточили сердце свое, ответственность за неспособность увидеть. Луки, 19 глава, 43-44 стих, приговор. «Придут дни на тебя, дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебя камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Друзья, как похожи эти слова Христа за ответственность народа, за принятие Христа в этот день с теми словами, которые мы говорим сегодня в Евангелии от Матфея, 37 стих. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица, собирая тенцов своих под крылья вы не захотели». Итак, делаем краткий вывод первой мысли от падения народа израильского, отступления народа израильского от Бога, полностью возложена на Него. Это был его личный выбор и его решение. И как результат этого решения отвержения Христа был вынесен приговор. 38 стих, 23 главы Евангелия от Матфея. «Се, оставляется вам дом ваш пуст». В одном из переводов этот текст звучит следующим образом. Обратите внимание, в один из переводов звучит так. «Смотрите, Бог покидает дом ваш, оставляя его пустым». Как дополнение, чтобы нам увидеть всю глубину трагедии. «Смотрите, Бог покидает дом ваш, оставляя его пустым». Вторая мысль, которую я хотел бы кратко тоже остановиться, это «опустевший дом». «Опустевший дом». «Опустевший дом». Почему Христос, говоря об отвержении Христа и отпадении народа, использовал эту фразу, друзья? Это выражение «Смотрите, оставляется вам дом ваш пуст». Почему Он использует эту фразу, подразумевая под всем народом, говоря «дом». В Ветхом Завете Бог очень по-разному называл израильский народ. И виноградная лоза, и маслина, и многие другие образы. Но мне кажется, что очень чаще всего было связано сравнение израильского народа с домом, друзья. Вот этот образ, такой, знаете, теплый, семейный, что-то такое уютное, дом, где живут люди, где происходит жизнь, друзья, мне кажется, он ближе всего. Обратите внимание, часто Бог называл так «Послушайте меня дом Иакова». Эту фразу Бог использует. Или «Я приблизил к себе дом Иакова». Или фраза «Выслушайте от слова Господа дом Иакова». Особенно помните, когда был построен храм, и Бог сказал через пророка Исаии, Исаии «Дом мой», «Домом» каким? Молитвой наречется. Вот Богу было приятно назвать дом Израильев, и этот храм домом молитвы наречется. Это было особое место, на которое сошла, помните, слава Господня. Место, где возносились жертвоприношения, возносились служения происходило. Это было особое место благословений. Знаете, друзья, я думаю, что и в нашей с вами жизни наш дом занимает особое место. Место, куда мы возвращаемся, где происходит общение, отношения, где мы обедаем, ужинаем, встречаем наших гостей, где происходит наша жизнь. Но я думаю, что каждому из нас известна и другая сторона. Братья и сестры, вам приходилось бывать в пустом доме. Возможно, это был ваш дом, когда вы продали его, переезжали на новое место жительства. Мебель убрана, все, вывезли вещи. И вы заходите в дом, где проходили, может быть, много лет жизнь ваша. И вы чувствуете эту пустоту, это эхо. И как-то неуютно, правда, не хочется оставаться в пустом доме. Братья и сестры, вы были в домах, где ничего не убрано, мебель на месте, жизнь продолжается, но состояние в доме пустоты. И вам приходилось быть в таком доме. В ноябре месяце прошлого года мы с Людой летали в Калифорнию на похороны нашей мамы. Последние годы она жила сама. И когда она умерла, мы прилетели. И на следующий день она жила в Сакраменто. Когда мы прилетели, мы первым делом на следующий день поехали в ее апартамент, в ее дом, где она жила. Она ушла очень быстро. Скоропостижно. И стало плохо. Женщина, которая ухаживала за ней, вызвала скорую, приехали, ее забрали. И подруги в госпиталь. Господь забрал ее вечность. И все, как ее жизнь сопровождалась, все так осталось. Когда мы зашли в этот апартамент, все было на месте, друзья. Мебель, фотографии внуков. Все было на месте. Даже чай, который она не успела попить, было на месте. Но дом был пуст. Не было того, кто жил там. Не было хозяйки этого дома. Дом был пустой. И эта пустота ощущалась везде. Мы не были долго. Взяли необходимые документы и уехали. Трагедия пустого дома Израиля случилась еще задолго до прихода Иисуса Христа на эту землю. Наступил момент, когда Езекииль увидел, как слава Господня покидает храм. В 10 главе Езекииля описано это состояние. А книга пророка Иеремия говорит нам о том, что Бог еще в Ветхом Завете произнес этот приговор. Еремия, 12 глава, 7 стих. «Я оставил дом мой. Мой дом. Я покинул удел мой. Самое любезное для души моей отдал в руки его». Братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы слушались в текст вот эту горечь, вот это переживание Бога Святого. Говорит, «Я оставил дом мой, покинул самое любезное, самое лучшее, самое драгоценное для души моей и отдал в руки врагов его». Друзья, это было что-то страшное. Это произошло еще в Ветхом Завете, друзья, и дом был пуст тогда уже. Дом оставался пустым. И вы знаете, когда Иисус Христос пришел на эту землю, пришел к израильскому народу, это было особое время для израильского народа. Ведь храм существовал, не правда ли? И можете себе представить, что Бог пришел в этот храм, Сын Божий, воплощенный, пришел в этот храм, и в храме вновь звучало Его Слово. Христос очень часто проповедовал в храме. Бог вернулся в дом, который был пустым. Для чего? Пришел к Своим. Пришел к погибшим овцам дома Израилева. Пришел, чтобы восстановить. Пришел, чтобы они приняли царя, друзья мои. Бог дал время для израильского народа. Но вы не захотели. Пребывание Иисуса Христа на земле для дома Израилева, это было время посещения, время покаяния и спасения. Но они этого не узнали. Они не захотели. Они отвергли. Посему Христос произнес приговор. Все оставляется дом ваш пуст. Какой же был результат опустевшего дома? Что же произошло с опустевшим домом Израиля? К сожалению, дом Израилев не услышал этот приговор. Никто не придал этому значения, друзья. Когда Христос вышел с храма, все продолжалось так же. Торговля, обмен денег, жадный первосвященник и книжники наживались, религиозная, духовная, политическая коррупция просветала, и никто ничего, казалось бы, не заметил. Трагедия опустевшего дома заключалась не в том, что внешне, кажется, ничего не изменилось, но внутри дома пустота. То время, которое Христос был, было уникальным, и они его этим не использовались. Хотя внешне ничего, казалось, не изменилось для жизни этого дома, опустевший дом. Для опустевшего дома начался отчет времени для его полного разрушения. Очень коротких несколько мыслей. История говорит, что в 66-м году первого века, помните, произошло восстание евреев, и она называется Первая Иудейская война. Несколько лет, чем закончилось это восстание, начиная с 66-го года? В 70-м году римскими войсками был окружен Иерусалим. И после нескольких месяцев осады храм, город был взят. Храм был разрушен и полностью сожжен. Десятки, наверное, сотни тысяч людей были убиты. Исполнилось слово Иисуса Христа, которое Он произнес в день посещения Иерусалима. «Придут на тебя дни», Луки 19, глава 43-44 стих, «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Так закончилась, братья и сестры, трагедия израильского дома. Но, друзья, возникает вопрос, а что же происходило в период опустевшего дома? А произошло ли какое-то событие, которое поменяло ход историю? Произошло ли какое-то событие, которое дает нам право сегодня находиться здесь, на этой земле, и через этот минорные нотки этого праздника благодарить Господа, славить, торжествовать и провозглашать его Евангелие. Друзья, Бог удивительный, братья и сестры. Дом пустой Израиля принес благословение миллионам и миллионам людей на этой земле. Пустота дома послужила благословением, и об этом апостол Павел послужил целую одиннадцатую главу римлянам. Помните, о чем идет речь? Павел пишет, целую главу послания к римлянам открывает вот эту тайну, вот этого пустого дома, трагедия пустого дома. Он пишет так, одиннадцатая глава, первый и второй стих, «И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» Ответ, «Никак! Ибо я, израильтянин, от семени Авраамова и колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. В отпадении народа израильского скрывается Божий план по спасению язычников». И об этом Павел говорит одиннадцатый стих этой же главы, одиннадцатой. «И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть?» «Никак!» «Но от их падения спасение кому?» «Язычникам, чтобы возбудить них ревность. Если же падение их богатства миру, осуждение их богатства язычникам, то тем более полнота их». 25 стих этой же главы. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет в полное число язычников». «И так мы видим из этого стиха, из этих стихов, и во всей этой главе мы видим, что происходило в мире. И происходит еще, когда Бог оставил дом Израилем пустым. Бог занимается спасением народов языческих». Братья и сестры, появилась церковь Иисуса Христа. Удивителен Бог, братья и сестры. Ожесточение народа послужило благословением для миллионов-миллионов язычников, которые составляет его церковь. До какого времени будет дом пуст? До времени, пока не войдет полное число язычников. И Павел заключает этот последний стих, 26 главы. «И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие Израиля. Пустой дом Израиля, отпадение Израиля, оказался величайшим благословением для всего мира, для язычников, для народов. Самая короткая, последняя мысль. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Братья и сестры, дорогая церковь, время возвращения нашего Господа приближается. Дом Израилевым оказывается пустым сейчас, но Бог не покинул, не оставил. Наступит время для этого народа, когда для Израиля придет великое пробуждение, придет великое покаяние, придет откровение и узрят Господа, и Дух Господень насойдет на этот народ и будут рыдать о нем, как рыдает в единородном в каждом племени, и пророк Захарий об этом говорит. Наступит что-то потрясающее, братья и сестры, когда та пустота будет заполнена спасением этого народа, и узрят того, кого пронзили. Это в будущем ожидает народ. Дорогая церковь, поэтому будем благодарны Господу за его труд, за его долготерпение, за его милость к своему народу и к нам, язычникам, и к церкви своей. И пусть этот праздник, это событие, которое мы сегодня, будет закончен не на минорной ноте, но на благодарности, на мажорной ноте, на этом удивительном аккорде благодарности Богу за то, что Он есть, за то, что Он любит народ свой, за то, что Он продолжает служить и трудиться над этим народом. Придет время, и храм, который будет восстановлен в свое время, будет заполнен славой, хвалой нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.